библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут дмитрий добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет мы с вами продолжаем читать книгу тавита эта книга не каноническая и сегодня вторая глава в первой главе рассказывается о том как тавит благочестивый иудей из северного царства даже конкретно с коленами фалимова был уведен в плен в ассирийский плен и в этом ассирийском плену он процветал и помогал своим братьям когда начались гонения от синахерима он погребал умерших синахерим это узнал ему донесли и тавиту пришлось бежать но его бегство продолжалось недолго значит два сына синахерима убивают убивают своего отца убегают а царем становится человек который назван здесь сахерданом или ассархадон и у него есть советник придворный который вступается за тавита и тавит возвращается и вот как раз возвращение тавита начинается вторая глава тавит возвращается но проблемы остаются когда я возвратился в дом свой и отданы мне были анна это его жена и тави сын мой в праздник пятидесянце в святую седмицу седмин приготовлен был у меня хороший обед и возлег есть значит что там за история значит почему там 7 минус седмиц как высчитывали пятидесятницы очень просто 7 недель 7 7 и как раз праздник пятидесятницы значит исследователи считают что упоминание пятидесятница как раз только здесь первый раз упоминает слово пятидесятница что делает тави когда видит хороший стол увидев много снеги я сказал с сыном пойди приведи кого найдешь бедного из братьев наших которые помнят господа я подожду тебя и пришел он и сказал отец младенец племени нашел удавленный брошен на площади вот это вот посылание к бедным вот что интересно вот законе этого нет закон не говорит о том что нужно приглашать за свой стол бедных да подавать милостыню до помогать им но вот такого благочестия нету все таки это благочестие стало складываться у иудеев даже после вавилонского плена ближе ко временам господа нашего иисуса христа и об этом же и говорится и в новом завете сын идет говорит что один из нашего племени то есть иудеев удавлены на площади несмотря на то что симахерим мертв видимо асархадон продолжает какие-то гонения на евреев когда я прежде нежели стал есть поднял поспешно выйдет убрал его в одно из желез до захождения солнца возвратившись совершил омовение и хлеб мой в скорби и вспомнил о прочем омоса как он сказал праздники ваши обратятся в скорбь и все велесения ваши в плач и я плакал когда же зашел солнце я пошел выкопал могилу похоронил его соседи насмехались надо мной и говорили еще не боится он быть убитым за это дело беду уже и вот опять погребает мертвых в эту самую ночь возвративших после погребения и будучи не чистыми лег спать за стеной дома и лицо моё не было покрыто давайте здесь разберемся что здесь за история преступник даже после своей смерти нес наказание он являлся таким устрашением для других преступников то вид который погребает этого умершего ну вообще совершает преступление государственное преступление значит он он забирает это тело прячет и и совершает омовение почему он совершает омовение прикосновение к мертвому телу по закону делала человека ритуальный нечистым и и поэтому он и омовение совершает и ест ест в скорби потому что он вспоминает ну во первых он пережил вот этот прятание трупа своего собрата поэтому есть скорби вспоминает амоса да тут еще страдания от его соседи которые говорят один раз ты бегал еще побежишь ночью он его погребает и он возвращается и в дом не заходит и ложится спать за стеной двора что здесь за история значит человек как я уже рассказывал прикоснувшийся к мертвому становился ритуально нечистым значит чтобы не осквернить дом не осквернить посуду не осквернить там одежду человек должен стать снова ритуально чистым а как это происходит священное писание ветхого завета конкретно пяти книжек рассказывает нужно как от момента погребения до вечера нужно оставаться где-то затем совершить омовение и уже на ночь заходить в дом а здесь получается как он похоронил этого человека ночью и ему нужно прожить остаток ночи следующий день и уже совершить омовение чтобы войти в дом значит вот поэтому и ложится вне стены двора значит лицо не покрыт то есть нет никакой крыши не заметил я что на стене были воробьи когда глаза мои были открыты воробьи спустили тепло на глаза мои и сделалась на глазах моих бельма и ходила к врачам но они не помогли мне ахеохар поставлен мне пропитание до колени отправился в элимаиду первая и вторая глава показывает авито праведником и вот тут такое испытание возможно ли такое что это произойдет ну маска если среди наших служб есть медики может быть они скажут может быть вот те вещества которые в помете у птиц как раз и выели глаза эти глаза у тавита сложно сказать значит хотя мы можем сказать что это просто было испытание от господа значит тавит несмотря на свою слепоту свою инвалидность он получает пропитание от ахеохара но ахеохара удаляется ходе другой город и тавит лишается источников дохода источников пропитания и потом жена моя анна женских отделениях пряла шерсть и послала богатым людям которые давали и платы однажды при даче дали козренка жена помогает своему мужу у нас приведено женских отделениях текст другие тексты говорят что она занималась женским делом то есть занималась пряжей ну и она получала какую-то плату и вот однажды ей сверх этой платы подарили козленка когда принесла его ко мне и он начал блеять и спросил жену откуда это этот козленок не краденый ли он отдай его кому он принадлежит ибо непозволительно есть краденое то есть тавит несмотря на свое такое ужасное положение и видимо действительно проблемы с проблемы с даже с едой он все равно остается благочестивым говорит нет крадено есть нельзя отдавая его и дальше история которая про параллельно истории его она очень похожа она отвечала это подарили мне сверхплаты но я не верил ей и наставил чтобы отдала его кому он принадлежит и разлился на нее она в ответ сказала мне где же милостынь твой и праведные дела вот как все они обнаружились на тебе понятно что здесь описано обычная семейная перепалка то есть муж ругается на жену жена ругается на мужа но вот возможно они раньше ругались как многие ругаются в семейной жизни но вот здесь звучит очень важный момент жена задает вопрос который как бы основан на вообще-то на учение ветхого завета а ветхий завет говорит что если ты благочестив то ты будешь награжден здесь на земле тавит благочестив тавит делает добрые дела он верит в истинного бога он не нарушает закон но почему он несчастье и вот жена ему бросает в лицо эти обвинения где твои милостыни где твои праведные дела не настолько ты праведен не настолько ты благочестив если бог тебя так наказал наверное жена тавита она не знает книгу иова где тоже жена иова задает практически такой же вопрос и вот на этом вопросе заканчивается вторая глава как бог вмешается в жизнь тавита и исцелит его но об этом уже будет в других главах на этом и заканчиваем сегодня спасибо за внимание меня зовут дмитрий герч добыкин мы с вами были на библейском портале экзегет всего доброго до свидания до новых встреч